Дорогие друзья, мы продолжаем изучение бесед Любовического Ребе по недельным главам, и сегодня недельная глава Бехалотха, и говорится здесь о свете, называется она «Светить безгранично». Итак, в нашей главе описывается заповедь зажигать светильник в краме, Минору. Тора говорит так, «Господь сказал Маше, скажи Арону, когда ты будешь зажигать свечи, пусть семь свечей освещают пространство перед светильником». Далее Тора продолжает и объясняет, как была сделана Минора. Она была выкована из цельного куска золота, из одного слитка, от основания и до цветов. Маше сделал Минору по образцу, который показал ему Всевышний. Причем, говорится так, что ему сложно было это сделать, и он бросил в огонь этот слиток золота, и целая Минора появилась оттуда готова. Мы знаем, что все это сказано в Торе, а Тора буквально это учение. Этот урок для еврея, как научиться служить Творцу, и это приобретает еще большее значение в описании всех деталей, связанных с мешканом, то есть с переносным храмом, где заложены основные идеи, связанные со служением Всевышнему, как сказали мудрецы о строке. «И сделают мне святилище, и поселюсь я в них, то есть не среди них, а в них, внутри, в душе каждого еврея». То есть Всевышний обещает поселиться в душе каждого из нас. Обратим внимание на три закона, касающиеся зажигания Миноры, и изучим духовный аспект каждого из них. Итак, первое. Зажигание чужим кошерно, то есть даже не Коэн может зажечь Минору, то есть поджигать мог каждый. Второе. Улучшение свечей, то есть подготовка свечей к зажиганию кошерно только в случае, если это делает Коэн. Другой никто не может подготовить свечи, светильник. И третье. Место зажигания только хайхале, то есть самое святое место в храме после святая святых. То есть на святом месте должно это быть. Теперь объясним внутреннее, духовное содержание каждого из этих законов. Духовный смысл Миноры – это зажечь души евреев, чтобы они сами стали светить, пока пламя не будет подниматься само. Альтеребре Великутей Тора подробно объясняет, что семь ветвей Миноры соответствуют семи типам еврейских душ, то есть для которых служение Творцу заключается в основном в развитии качеств. То есть есть семь качеств. Хесед, например, доброта, или гвура, сила, или милосердие. У каждого какое-то качество выражено больше. Об этом сказано, что зажигание чужим кошерно. То есть работа по распространению иудаизма не является чем-то исключительным, предназначенным лишь для единиц. Как мы учим в Перкеа Вод, каждый должен быть учеником, то есть последователем Аарона и приближать людей к Торе. То есть каждый еврей может учить Торе других. Не нужно быть каким-то особенным. Однако тут есть опасность, что еврей может решить, что и подготовку свечей он сделает сам. То есть он объяснит идею иудаизма своим товарищам так, как он сам понимает и желает. Он направит их по тому пути, который ему представляется правильным. На это нам дан второй закон, который говорит, что подготовка свечей кошерна только в случае, если это делает Коэн. То есть только праведник, только праведник, у которого, как у Коэна, есть только одно стремление служить Всевышнему и угождать ему, может решить, каким именно образом влиять на других и распространить знания о Боге. То есть передавать знания о Боге может каждый. Но интерпретировать то, что Тор, оно говорит, мы не имеем права по-своему, только праведник, который, жизнь, которая является настолько связана с Богом и с Торой. И он настолько понимает суть Торы, что он ничего не изменяет. Только такой человек может передавать эти знания другому и объяснять это. Остальным же положено передавать слово в слово, чтобы ничего не добавлять от себя. Есть еще один вопрос, который может возникнуть у еврея. Кто сказал, что когда он раскрывает иудаизм, своему товарищу он должен делать это на самом высоком уровне? Почему недостаточно заинтересовать его учить раскрытую часть Торы, а нужно идти до конца и влиять на него, чтобы он учил и внутренний смысл Торы? То есть все особенности. На это приходит указание, что минора должна стоять в самом освященном месте, Хайхале. Одном из самых святых мест в храме, в переносном храме, который после святая святых. В котором первый священник служил в Йом-Кипур, самый святой день. Именно оттуда она освящает души народа Израиля. Это делает или дает нам указание к действию. Когда речь идет о распространении иудаизма, то есть святости и духовности, нужно делать это на самом высоком уровне, без всяких ограничений. То есть еще раз мы обобщим эти три важных момента. Первое, что передавать учение Торы может и должен каждый. Что-то мы услышали, какую-то важную идею. Надо делиться этим с другими людьми. Но мы не можем и каждый из нас не может интерпретировать по-своему и объяснять Тору так, как он понимает. Это дело только праведных людей, которые связаны с Торой, с Богом очень прочно. И делать это, передачу этих знаний, надо на самом высоком уровне, на самом святом уровне и в полной мере. И на это нам дает указание то, что святильник стоял в самом святом месте в храме. Вот на этом мы закончим нашу недельную главу и пожелаем друг другу хорошей, светлой, благополучной недели. Молодец.